Туберкулез поражают преимущественно легкие, но также может вызывать заболевание мочеполовой, пищеварительной, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Туберкулез передается воздушно-капельным путем от больного к здоровому человеку. При кашле, чихании или в разговоре больные выделяют в воздух бактерии. Контактным путем через дверные ручки, поручни и перила в транспорте и помещениях. Реже заразиться туберкулезом можно при употреблении в пищу молочных продуктов, не прошедших термическую обработку от больных туберкулезом животных. Здоровым людям случайный контакт с больным не страшен. Нормальный иммунный статус организма способен противостоять этой инфекции. В группу риска входят дети, люди с сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, хроническими заболеваниями органов дыхания, мочеполовой системы, при приеме иммуносупрессивных препаратов. Туберкулез может протекать в открытой и закрытой форме. Их главное отличие состоит в том, выделяет ли больной бактерии при разговоре кашле, чихании во внешнюю среду. Закрытая форма туберкулеза является условно незаразной, но при отсутствии лечения неизбежен переход в открытую форму. Симптомы заболевания на начальных этапах практически отсутствуют. При возникновении активного легочного туберкулеза с течением времени возникает слабость, утомляемость, потливость, особенно в ночное время, сухой кашель, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37-5 к вечеру. По мере прогрессирования заболевания может появляться боль в груди, одышка, кашель с обильной мокроты, кровохарканье. Человек, который болен туберкулезом, имеет уставший вид, заостренные черты лица. Проба Монту является безопасным методом диагностики туберкулеза на ранних стадиях. Детям, начиная с одного года, ежегодно проводят пробу Монту. К кожу вводится специально приготовленный препарат туберкулин. Результат оценивается по величине образующейся популы. При положительных результатах ребенка направляют в фтизиатру. Диаскин-тест является дополнительным методом диагностики туберкулеза. Он позволяет определить наличие или отсутствие микобактерий в организме. Диаскин-тест является более специфичным тестом. По сравнению с реакцией Монту, позволяет определить не только наличие возбудителя, но и активность микобактерий, вызывающих само заболевание. Диаскин-тест не исключает и не заменяет реакцию Монту, а только дополняет ее. Либо проводится по назначению фтизиатра в тех случаях, когда нельзя сделать Монту. Например, при подтвержденной аллергии на компоненты пробы. Вакцинация BCG существует на протяжении более 80 лет и является одной из наиболее широко используемых из всех существующих в настоящее время вакцин. Прививка стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям. Для лечения туберкулеза используется ряд лекарственных препаратов, в том числе антибактериальные препараты различных групп. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Лечение может проходить в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести заболевания. Процесс излечения длительный, может занимать от 6 месяцев до года с последующим обязательным диспансерным наблюдением. Очень важно соблюдать рекомендации врача, не прерывать лечение, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе, соблюдать правила личной гигиены, режим труда и отдыха, отказаться от вредных привычек. Берегите себя и будьте здоровы!